И снова всем привет, с вами Техномакс, это всратый хоррор Мэдисон, всратый он, потому что лабиринты. Короче, каким-то хреном, непонятно каким, мне удалось все-таки через этого выродка пройти в лабиринтах и успеть поставить две оставшиеся свечи, это синяя и красная. И зазвонил колокол. Так, а еще я тут выкрутил эту злоебучую яркость прямо у себя в видеодрайверах. Да, вот открылась дверь в этом году в колокольню. Или нет? Нет, значит эта дверь была открыта, да, точно. Ну тогда идем в 87-й. Как он меня запарил, вы бы знали, блин. Это чмо меня просто заколебало. Короче, как я понял, нужно было проходить лабиринт правильно. О, а вот, собственно, и ключ церковный. Видимо, это от той двери в том году. Короче, нужно было правильно идти в лабиринте, типа там направо, там два раза налево, ну типа того. Тогда, короче, он перед лицом прыгает, но не убивает. И у меня каким-то хреном получилось с первого раза угадать, куда правильно идти. Серьезно, в гайдах этого нету. Так, сейчас мы дойдем до контрольной точки. Бля. И потом я яркость поставлю на нормальную. А, а в смысле? А как? А почему так? Вы что, угораете, что ли? А куда? А, ключ от исповедальни, тёп. Когда я научусь сначала читать, потом думать, блин. Тут, оказывается, было заперто на ключ. А колокольня, блядь, не заперта, да? Ну, тут, конечно же, уже никого нету. Она была заперта, но каким-то хером куда-то делась. Ганс Горинг? А, вот буква И, кстати. Да. Это её муж. Которого она убила. Пошёл нахер, блядь. Пускай в том году остаётся. Но его в пизду у лёв, это аппарата нету. Он за нами не пройдёт. Счастливо оставаться полудурок, блядь. Противогазный. Фух. Так, вот она, буквочка И. Мэдисон Хэйл, сорок четвёртый, восемьдесят седьмой. Так, интересно. Это опять был призрак, потому что фотография запорчена. Интересненько, ну-ка, ну-ка, ну-ка. А чьи этот косточки такие огромные валяются? Это чё, блядь, снежный человек была, что ли? Это чё такая большая? А, ну череп, конечно. Это её череп? Ну, череп как череп, блин. О! А вот это я видел. Сохранка, да? Давайте сохранимся. Сейчас я яркость поставлю нормальную и продолжим. Так, вот нормальная яркость с контрастностью. Блядь, я думал, я эту ебалу не пройду, блин. С лабиринтами. Так, ну-ка, нахуй. Сейчас будет что-то появляться перед ебалом, да? Блядь, сейчас она за мной будет бежать, да? Съёбываем, нахуй. Хоррор очень предсказуемый, на самом деле. Интересно. Кирпичи? Сейчас там начнёт свет тукнуть, блядь. А, то есть оно даже не активно. Насмотреть. Чё, там ничего не запрятало, блядь. А то хер тебя знает. Может, у него там маленькая монтировка какая-нибудь. Ну и, кстати, активных этих там нету. Активных кнопок. Так, это всё фотографирование вот этих вот тёмных мест и прочей херни. Прикольно. А как отсюда выйти? Ну, все портреты, конечно же, блядь. Ну, давай уже, налетай, сволочь. И тут кирпичи. Как неожиданно. Она замурована. Да. Чё, нет, что ли? И так не работают. Интересно уже. Ну... Это банальная ловушка такая. Просто банальнее некуда. Кхм-кхм. Я бля. Она сейчас за дверью окажется? Прикольно. А какого лысого? Надо чё-то сфотовать. Какой-то портрет. Ну, вроде активного-то нет ничего здесь. Нормально. А, о! Чего? Да ничего, блядь, дверь пропала. Это называется пиздец твоему разуму, блядь. Тут вообще главного героя ни разу не жалко. Он такой дебил. Ёп твою мать. Пошёл нахер. Это чё, блядь, такое было? Опять, что ли, телепортировал? А можно меня телепортировать какими-нибудь... Не такими зверскими способами, блядь. Заперто, блядь. Ну, конечно. Надо идти вперёд в темноту. Ну, это, блядь, банально. Так, фотографии. Всё, поудалял. Ну, пошли. Хули. Чё ты мне сделаешь, блядь? Опять телепортируешь, что ли? И вообще он должен был в том году остаться. Какого хера? Ну, опять замуровано, блядь. Кирпичи? Да, кирпичи, которые сейчас мы будем откладывать, блядь. Благодаря скримерам. Кто-то уже до нас тут был. Видишь, сколько кирпичей отложили? Так, где этот сталкер, блядь, недобитый? Так, то есть, я так понимаю, нужно было от него убегать. Чтоб он не догнал, да? Интересно. Головоломка из разряда «Догадайся, хули делать». Да. А может, его сфотографировать надо? В чём я сомневаюсь? Ёп! Господи, чердак! Чердак! Да, чердак у тебя поехал начисто, чувак. Фу, блядь. Не догнал, придурок. Фу, так, прошло сохранение. Хорошо. А чё, дверь закрыта? А! Драт у тебя, блядь. А тут стена. Интересно. Ну, тут использовать как бы нечего пока что. Но у нас есть череп. На какой-то хер, блядь. Интересно, зачем? Блядь, свеча. Она здесь была? Может быть. О, опять из преисподней звонят. Так, это и здесь нету, она упиздила. И, кстати, мы ещё не знаем кода от сейфов. Джон? 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 Я уже четвёртый раз пытаюсь дозвониться до тебя, говорить священник Томас. Я наконец-таки смог раздобыть информацию, о которой ты спрашивал. И правда в том, в том, что я переживаю за твою семью. Проще говоря, демоны пытаются совершить простые ритуалы, чтобы стереть границы своих душ. Чтобы провести этот ритуал, ты должен избавиться от объекта, к которому ты сильно эмоционально привязан. Принеси его в жертву. Когда-то жили практикующие колдовства люди, которых за воровское бесчестие стали преследовать призраки. Они крали ювелирные украшения у древней династии, чтобы избежать нужды самим совершать жертвоприношение, своими собственными сентиментальными вещами. Они выкупили жертвоприношение эмоциями других. Это извращенное существо пытается выйти за рамки даже этого. Я говорю о древнем ритуале, о котором очень мало известно. Семь жертв, семь увечий. Семь увечий? Я полагаю, что мы наблюдаем ритуал обмена телами. Мэдисон Хейл пыталась совершить подобный ритуал до того, как она была убита. И теперь она заставляет своего ребенка закончить это дело за нее. Она пытается завладить телом твоего сына. Позвони мне сразу, как получишь это сообщение. Ритуал обмена телами? Это то, что ей нужно? Ах, она шлюха. Мэдисон Хейл, блядь. Ах, она ж пизда паршивая, блин. Вон она что задумала, блядь. А я-то думал, блин. Она там просто демонов каких-то вызывала для чего-нибудь. Она вон какая, блядь. И что с черепом делать, кстати? Интересно. Ну, вот эта штука, она не берется. То есть, смысла нету в этой активке. Так. Прикольно. Надо посмотреть на записную книжку, кстати. Ничего нового не нарисовано? Прикольно. А что с черепухой делать? Закопать его, что ли? У нас есть огрызок лопаты, как бы. А смысл? Подвал уже закрыт. С колодцем. А это что такое, блядь? Тут этого не было. А, статуя! Здорового, блядь. Ты что, помыться решила? Если что, это воды нету. Пиздец. Залезла, блядь. Вот я с нее угораю, с этой подруженцей. О! Вылезла. Я же говорю, воды нету. Хер ли кто сюда полезла-то, блядь? О, опять телек. Тихо, блядь. Угу. Она прикольная такая статуя, это, блядь. Упорно делает вид, что пугает, при этом такую херню творит. То слайды с нами смотрел, а то, блядь, в ванну полезла. Ну, вот тут закрыто. И, кстати, у нас нету до сих пор еще пары ключей точно. Нет ключа от шкафа, который в спальне бабки. И нет ключа возле второго патефона, в начале который. Да, еще здесь есть сейфы с паролями. Да, блин. Да, че ж так медленно открываешь, а? Джозеф Авраам Лейкстар. Я читаю рунические карты второй, нахожу контакт с ушедшими близкими в мире духов. Наставление, пояснение, направление, результаты с помощью второй и рун. Контакт, и тут номер телефона. Вряд ли это пароль. Блядь, а че же за пароль должен быть? Тут что-то показано про часы. На 10 часов. О, блядь, на стол залезла. Она какая-то вообще, короче, веселушная такая вот эта вот статуя, блин. Блядь, короче, я тут бегал, бегал. Я хз, че делать дальше? Вообще вариантов нет. Куда деть эту черепуху тупую? О, стоит, блин. Уже здесь. Короче, я хз, че делать дальше в этой игре, блин? Может, я че-то пропустил, что она вряд ли. О, опять-то тут. Че, тебе череп дать? Ну так ты не берешь. Презила часы, закрыла с собой толстая жопа. Ну... Ну, короче, как я понял, нужно что-то насчет этих сейфов решать, потому что дальше все по нулям. Ты знаешь, где ее найти, где. На точно таком же блокноте было написано 4 влево, 8 вправо. И хрен. Это еще крутить надо все, блядь, на колесо мышки. Ну, вообще, короче, весело. Дальше я не знаю, что делать. Статуя телепортируется, череп в инвентаре лежит, комбинаций нет. На этом, как говорится, наши полномочия. Все. Придется смотреть потом прохождение, скорее всего. Ну, потому что все, мысли у меня закончились. Ладно. Тогда, видимо, закончим прямо здесь. Серия такая получилась. Не о чем, но я почти что. Ну, всем спасибо за внимание. С вами был Техномакс, это был Мэддисон. И, может быть, мы продолжим ее в следующий раз. Всем пока.